Приветствую вас на канале! В этом видеоуроке я вам покажу, как вы можете установить код-пароль на приложение Telegram. Возможно, не всем эта функция будет необходима, в любом случае, вам это решать, будете устанавливать или же нет, но так как разработчики предусмотрели такую возможность, поэтому я вам ее покажу. Для чего необходим код-пароль? Он дает возможность защитить ваш аккаунт от посторонних глаз и рук, то есть, чтобы та информация, которая находится у вас в приложении, никто не мог другой посмотреть. Код-пароль состоит из четырех цифр, поэтому их необходимо будет придумать и ввести. Далее рассмотрим, как это делается. Запускаем приложение Telegram. На начальной странице Telegram нажимаем на три полоски, которые расположены в левом верхнем углу. Это наше меню. В открывшемся меню ищем слово настройки и жмем на него. Далее находим слово конфиденциальность, также жмем на него. Затем в разделе безопасность находим код-пароль. Нажимаем на код-пароль. В открывшемся меню нам нужно активировать код-пароль, нажав на переключатель в правой верхней части экрана. Нажимаем на переключатель и телеграмм просит ввести пароль. Придумываем код-пароль из четырех цифр. Лучше всего, чтобы этот код-пароль не был с вами никак связан. То есть не нужно вписывать год своего рождения или другие значимые для вас даты. Можно просто ввести хаотичный набор цифр. Придумав пароль, для себя было бы неплохо записать его на бумажку или блокнот, чтобы не забыть по первости. Итак, вводим придуманный код-пароль. Затем телеграмм просит повторить код-пароль. Вводим его еще раз. После у нас появилось меню настройки пароля. То есть у нас готово, код-пароль активирован. Теперь в меню код-пароль можно выставить время, через которое телеграмм будет уходить в блокировку пароля. Нажав на слово автоблокировка, появилось окно с выбором времени, через которое приложение будет уходить в блокировку пароля. Я себе выставлю пять минут. В течение этого времени он не будет запрашивать пароль, даже если я закрою приложение. Выбираю время. Нажимаю на готово. Каждый для себя может выставить подходящее время для автоблокировки. Если вы решите сменить пароль, то идем туда же, в нашем меню, настройки, конфиденциальность, безопасность, код-пароль. Вводим наш текущий пароль. Находим сменить код-пароль. Нажимаем. И он нам предлагает введите новый код-пароль. Вводим новый пароль. Вводим еще раз. Мы сменили код-пароль. Если вы решите отключить код-пароль, он вам не нужен, то достаточно нажать на переключатель. Мы отключили код-пароль на телеграме. Когда мы установили код-пароль, у нас появился замочек в правом верхнем углу. Сейчас он показывает, что блокировка снята, он открыт. И через установленное время автоматически телеграмм заблокируется, если я не буду пользоваться им. Но я могу и сама заблокировать, нажав на замок. Нажимаю. Замочек закрылся. Выхожу из телеграмм. Захожу снова. И он у меня просит пароль. Хотя прошло гораздо меньше времени, которое я установила при автоблокировке. Ввожу пароль. Я в приложении телеграмм. На моем андроид-устройстве в разделе код-пароль есть функция отпечатка пальца. Поэтому телеграмм мне дает возможность также использовать разблокировку с помощью отпечатка пальца. Нажав на переключатель, я могу включить или отключить эту функцию. Сейчас я ее отключила. Нажимаю снова. И она у меня включена. То есть я могу разблокировать телеграмм с помощью отпечатка своего пальца. Еще в меню код-пароль есть немаловажная функция разрешения на снимки экрана. Если эта функция выключена, вы не сможете делать скриншоты приложения телеграмм и чаты не будут видны в окне переключения задач. Давайте попробуем. Нажимаю на переключатель. Нажимаю на переключатель. Телеграмм сразу же предупреждает, что чаты не будут видны в окне переключения задач и что я не смогу сделать теперь скриншоты в приложении. Скриншоты это снимки экрана во время работы телеграмм. Жмем окей. Все эта функция видим у меня отключена. То есть я не могу делать снимки экрана во время работы приложения телеграмм. Как только я сделала запрет на снимки экрана, вы увидели черный экран. Это как раз следствие этого запрета и приложение, с помощью которого я делаю запись данного видео урока, он записывает мой экран. Оно не смогло показать вам экран приложения телеграмм, потому что я ему запретила. Но сейчас я назад вернулась и включила вновь переключатель на то, чтобы разрешить делать снимки экрана. Итак, мы сделали все настройки по коду паролю и теперь возвращаемся в основное меню нашего телеграмма. Нажимаем верхнем левом углу на стрелку и выходим отсюда. Еще раз нажимаем также на стрелку вверху и выходим. И еще раз выходим. Все, теперь мы в нашем главном меню приложения телеграмм. Теперь ваш телеграмм не только защищен изнутри, но еще и снаружи. Теперь вы освоили, как установить код пароль на ваше приложение телеграмм. Даже если у вас что-то не получается с первого раза, остановите, пересмотрите, повторите. Обязательно у вас все получится. Спасибо вам за просмотр этого видеоролика. Спасибо, что подписываетесь на наш канал, ставите лайки, пишите комментарии. До следующих встреч в следующих уроках. С вами была Анастасия.